Согласитесь, два экрана – это удобно для тех, кто монтирует видео, работает с графикой, фотографией, занимается стримингом, пишет код и так далее. Сценариев использования двух мониторов можно придумать много, но все они будут ограничены вашим рабочим местом. В кафе, библиотеку, коворкинг или командировку вы не возьмете два экрана, если, конечно, у вас не Asus ZenBook Pro Duo. Один из самых интересных ноутбуков 2019 года наконец-то добрался до нас. Мы уже знакомили вас с ним на выставке Computex этим летом, но там все было в торопях, а теперь я смог как следует его протестировать и готов рассказать, насколько концепция двух экранов в ноутбуке применима в реальной жизни. Радует, что гиганты ноутбукостроения наконец-то начали понимать, что мощные игровые модели берут не только для игр. Дискретная видеокарта и производительный процессор могут пригодиться и для работы. Так что игровые ноутбуки этого года стали более взрослыми, а у многих брендов появились отдельные линейки, предназначенные для креативных людей, создающих контент. Собственно, им как раз и пригодится второй экран. Самое интересное, что оба экрана ZenBook Pro Duo имеют 4К разрешение и сенсорную поверхность. Диагональ основного 15,6 дюйма. Он глянцевый, выполнен по технологии OLED с поддержкой HDR. Имеет стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3. И выдаёт просто фантастическую картинку. Нет, я серьёзно, изображение очень яркое, насыщенное, контрастное и сочное. Дополнительный 14-дюймовый экран называется ScreenPad Plus. Он уже IPS, с матовой поверхностью и меньшим количеством точек по вертикали. 3840 на 1100. Экраны находятся близко друг к другу, но визуально воспринимаются неоднородно. Во-первых, из разных поверхностей. Во-вторых, разных типов матриц. Мне кажется, не всем понравится заниматься цветокором на двух разных экранах. С другой стороны, всегда будет возможность посмотреть, как работа выглядит на разных дисплеях. В остальном, нижний экран отлично дополняет основной и может стать настоящим швейцарским ножом. Помимо самого очевидного – вывода дополнительных окон и расширения рабочих областей, на нём можно рисовать, писать, использовать его как графический планшет, выводить дополнительные кнопки, всевозможные инструменты, превратив синтезатор или пульт диджея. Касания распознаются отлично. Можно даже играть на пианино в две руки. Чтобы он меньше собирал отпечатки и не бликовал, его поверхность сделали матовой. Пальцы по нему скользят лучше, чем по глянцу. К слову, в комплекте есть и стилус. Любое окно можно быстро переместить на второй экран или растянуть на оба с помощью выпадающего меню или кнопки на нижнем экране. А конфигурацию окон на дополнительном можно сохранить и возвращаться к ней по мере необходимости. При этом, если вы работаете только с сенсорной поверхностью, например, играете на синтезаторе или рисуете, то клавиатуру можно полностью отключить, чтобы она предательски не нажималась под вашими руками. И ещё на двух экранах очень удобно монтировать видео. Например, на нижнем можно вывести таймлайн, а на основной сделать больше экран-превью. Замечу, что предпросмотр даже обработанного видео в 4К идёт очень плавно, а рендер такого 10-минутного ролика занял всего 12 минут. Раз уж заговорили о производительности, у меня топовая конфигурация, в которой установлен восьмиядерный 16-поточный Intel Core i9-9980HK. В бусте его частота может подниматься до 5 ГГц, 32 ГБ оперативки, SSD-накопитель объёмом 1 ТБ и видеокарта GeForce RTX 2060. Для тех, кому это слишком, есть конфигурация немного проще. С i7 16 ГБ оперативки и SSD 512 ГБ. Производительности такого железа с головой хватит для видеомонтажа в 4К, 3Д-моделирование и даже для игр с одновременным стримингом. Кстати, для этого на нижний экран можно вывести, например, OBS, трансляцию и чат. Ещё здесь фирменный звук Harman Kardon, массив микрофонов с поддержкой Cortana и Alexa, есть инфракрасная камера с функцией распознавания лица, самый быстрый Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Портов немного. Один Thunderbolt 3 USB Type-C, комбинированный миниджек, два USB 3.1 и полноценный HDMI 2.0. Несмотря на весь фарш, ноутбук получился достаточно компактным. Насколько это возможно для модели с двумя экранами i9 и RTX 2060. Весит он 2,5 кг, а толщина всего 2,4 см. Корпус полностью алюминиевый, с приятным дизайном, тонкими рамками, шлифованными гранями, фактурной крышкой и интересным цветом с немного голубым отливом. В общем, даже требовательным дизайнерам должно понравиться. Второй экран – это тоже часть дизайна. Чтобы он поместился, клавиатуру сместили в нижнюю часть корпуса. При этом её раскладка не пострадала. А тачпад разместили справа. Он, кстати, может выполнять ещё и функцию нампада. Нажимаем эту кнопку и появляется светящаяся разметка с цифрами. Для дополнительного удобства в комплекте есть подставка под кисти рук. Она никак не крепится к ноутбуку без магнитов, но благодаря большим резиновым ножкам никуда не уезжает. Её конструкцию сделали так, чтобы свет от индикатора голосового помощника на переднем торце отсвечивал на саму подставку. Емкость комплектной батареи составляет 71 Вт в час. В режиме просмотра YouTube с включённым вторым экраном и яркостью 75% за 2 часа 15 минут батарея разрядилась до 50%. Так что при таком использовании её должно хватить где-то на 4 с половиной часа. Но если нагрузить ноутбук серьёзней, то батарея тает значительно быстрее. При этом, чтобы увеличить автономность, второй экран можно выключить. Для этого есть специальная кнопка. Если рассматривать ZenBook Pro Duo как игровую платформу для стримов, нужно понимать, что RTX 2060 для гейминга в 4К даже на одном экране всё-таки недостаточно. Например, в Control с максимальными настройками и включённой трассировкой лучей в 4К разрешении, но с FullHD текстурами, система выдаёт около 40 кадров. Если графику снизить или отключить лучи, то будет уже 50-60 кадров. В целом, даже в FullHD играть на этом ноутбуке приятно. Например, красочный Far Cry New Dawn с высокими настройками графики показывает 80 кадров. В Metro исход в 4К на средних 36 FPS, а в FullHD на высоких можно рассчитывать на 75 кадров. Шума от системы охлаждения в авторежиме во время игры немного, при этом температура графического чипа доходит до 80 градусов, а процессора почти до максимальных 100. На корпусе есть кнопка переключения охлаждения в турборежим, но даже с ним ситуация не намного лучше. Всё-таки i9-9980HK для ноутбука слишком горячий, а в играх избыточный. Во всех остальных задачах температура процессора была существенно ниже. Например, во время рендера видео температура поднималась максимум до 88 градусов, а при обычной работе около 50. Возможно, разница заключается в том, что при видеомонтаже видеокарта греется значительно меньше. Дело в том, что система охлаждения тут двойная и объединена общими тепловыми трубками. Поэтому, когда греются только процессоры, его охлаждают сразу две турбины. Они берут воздух снизу и выбрасывают его по обе стороны ноутбука. Чтобы приток воздуха был лучше, крышка имеет специальный выступ, который поднимает ноутбук в открытом состоянии. Из личных наблюдений, чтобы немного снизить температуру процессора в играх, обязательно нужно ограничивать количество кадров вертикальной синхронизации, чтобы меньше грелась видеокарта. Но в целом этот ноутбук всё-таки для работы. На нём удобно работать с графикой, монтировать видео, рисовать и обрабатывать фото, писать музыку или код. В общем, это интересный вариант для тех, кто делает контент. А игры – это уже приятное дополнение. Пишите, как по-вашему ещё можно применять в ноутбуке второй экран и мощное железо. Субтитры сделал DimaTorzok